Готовность техники к весеннеполевым работам в районе имени Габита Мусрепова составляет 96%. Хозяйствами приобретено 11 единиц сельскохозяйственной техники. В товариществе с ограниченной ответственностью Неженко-Ярке в машино-тракторной мастерской задействованы порядка 50 человек. Сельхозтехника приведена в рабочий режим и готова к своей основной функции. Посевная площадь сельхозформирования в этом году 20 700 гектаров. Они пойдут под пшеницу, масличные, кукурузу, подсолнечник, увеличат горох, лен. На посев задействуют 4 трактора Бюллер с пассивными комплексами, 4 трактора К744 и 8 тракторов К700. В этом году мы уже заключили контракт, договор на удешевленное дизельное топливо по 250 тенге за литр. Это тоже большая помощь для нас. Также ежегодно мы приобретаем сельхозтехнику импортного производства, отечественного производства. Получаем вовремя инвестиционные субсидии, это 25% от стоимости. Плюс, если техника берется через Казагорофинанс, допустим, процентная ставка субсидируется у нас. И вот это все нам позволяет обновлять вовремя технику и повышать производительность труда. В зимний период работники поля без дела не сидят. В ремонтных мастерских кипит работа, осуществляют мелкий и крупный ремонт сельхозтехники. Сергей Горбач в ТО трудится 30 лет, условиями доволен. Сейчас он заведует техпарком, готовит железных помощников к посевной страде. Текущий ремонт, по дефектовке осенней, загоняем, кого затаскиваем, кто своим ходом заходит. Снимаем тот или иной узел и заменяем, меняем или ремонтируем. Все необходимое есть с запчастями у нас хорошо. Есть вот этот моторный цех, инструментальный, есть кузнечный цех, есть гидравлический цех, где шланги делаем сами. В сельхозформировании района заключили 105 договоров с операторами-поставщиками дизельного топлива на весеннеполевые работы в количестве 10 тысяч тонн. Всего аграриями будет задействовано около 300 посевных комплексов. Наталья Итова, Урал Амренов, Служба новостей.